Здравствуйте! Сегодня мы снова поговорим о палеоарте, в этот раз со мной мой коллега Ярослав, который, я надеюсь, меня поддержит и в чём-то откомментирует, что-то поможет рассказать точнее и подробнее, потому что я говорю исключительно с точки зрения истории искусства, а Ярослав может откомментировать какие-то сюжеты как палеонтолог. И сегодня мы говорим не только об изобразительном искусстве, но и об экранных искусствах, в том числе о кино, потому что, как это не покажется странным, такая экзотическая тема, как изображение вымерших животных, она появляется не только в стенах естественно-научных музеев, хотя это, в общем-то, основное место существования жанра палеоарта, потому что именно для естественно-научных музеев писались картины о развитии жизни на Земле на протяжении тысячелетий, были сделаны иллюстрации к естественно-научным изданиям, книгам, учебникам, учебным пособиям. То есть, наверное, кто-то, кто учился, давно помнит, что раньше показывали не презентации, а такие таблицы большие, которые вешались в классе, и учитель указкой показывал и рассказывал там о разных жизненных формах, которые существовали на Земле. Я это тоже помню. В древнее время, да, у вас тоже такое было? Как ни странно. Показывали обучающие диафильмы, где тоже рассказывалось о возникновении и развитии жизни на Земле. Кстати, о таком диафильме, Ярослав, вы рассказывали и так давно. Да, я рассказывал, я правда не уверен, что этот ролик уже есть на канале, но я надеюсь, что в ближайшее время он появится, а может быть, вы его уже недавно видели. На самом деле, да, как бы публичные чтения по естественной науке, они ещё начались, собственно, в 19 веке, и лекции читались с использованием волшебных фонарей, где показывались слайды для волшебных фонарей, тоже с изображением доисторической фауны. Потом появились диафильмы, и, естественно, 20 век – это, конечно, кино, в первую очередь кино. Если я не ошибаюсь, по-моему, даже чуть ли не самые первые мультфильмы, вообще, конечно, не у нас, а за рубежом, были связаны, как ни странно, с динозаврами. Вот там «Динозавр Герти», по-моему, так назывался. «Динозавр Герти» – это, да, «Динозавр Герти», точно. Да, «Динозавр Герти» – это какого-то там, вообще, 20-го, 14-го года. Да, «Динозавр Герти». И потом в 20-х годах уже какой-то такой более серьёзный фильм, там, с пластилинами такими динозаврами, но уже, можно сказать, практически полнометражный, и только про динозавров. Так что за рубежом-то уже динозавры в фильмах были известны довольно широко. Конечно, особенно фильм по «Канандолю», «Затерянный мир», вот там знаменитый «Чарльз Знает» делал для него как раз вот эти вот скульптуры пластилиновые. Вот, и в России тоже пытались уже в 30-е годы снять фильм по динозаврам. Вот это я не знал. Да, знаменитый наш режиссёр Александр Птушко, вот, сказочник, ну, вы, наверное, знаете «Сказка о потерянном времени», «Илья Муромец», «Садко» и так далее. Вот такие сказочные фильмы у него в 36-м году была попытка снять фильм с динозаврами. То есть его очень интересовали эффекты масштабирования, изображения чудовищ. И вот эта вот кинофэнтези, собственно, она пыталась развиваться в довоенное время. Об этом написана очень интересная книжка Нины Юрьевны Спутницкой, вот, мастер-класс российского кинофэнтези, очень рекомендую, очень интересная. Да, там даже она проделала огромную работу, нашла в архивах кадры экспериментальные к этому фильму с динозаврами. Фильм назывался «Голубая планета» или «Утренняя звезда», и действие фильма происходило на Венере. Собственно, вообще у нас как-то вот всё, что касается научной фантастики динозавров, оно как-то приходит волнами. То есть была большая волна, такая мощная в начале XX века, когда было создано много романов на тему доисторических животных. То есть это вот и знаменитая «Плутония» Обручева, которая написана в 1915 году, кстати, неоднократно проиллюстрированная. Писалась как ответ Джулию Верну, который написал книжку о путешествии вглубь Земли. И, соответственно, Обручев написал «Плутонию» именно как ответ Джулию Верну, чтобы сделать повествование более естественно научным, более правильным с точки зрения палеонтологии, геологии. Если я не ошибаюсь, Флёров какие-то там регистрации даже к этой книге рисовал. Да, в 1950-е годы вышло два издания в 1955-м. Текст учёный написал, собственно говоря, и картинки тоже прорисованы были в научном таком ключе. Да, были цветные вставки, сделанные Флёровым как раз с изображением доисторических животных. Да, кто такой Флёров, раз уж мы о нём говорим? Это замечательный, талантливейший человек. Он доктор биологических наук, палеонтолог, биолог, зоолог и художник. Он долгое время работал в Дарвиновском музее, написал для нашего музея массу картин, причём это огромных картин. И если вы бывали у нас в музее, вы, конечно, видели в центральном зале на первом этаже огромного мегатерия. Так это вот работа Константина Флёрова. Если мне память не изменяет вообще все белые фигуры разных древних животных, которые по всему музею разбросаны, они все флёровские? Нет, не все, к сожалению. Да, там работало у нас, как всегда, у нас такой цеховой метод производства был, и работали Василий Ватагин, который, собственно, и учил Флёрова и других художников. Трофимов, вот, и трофимовские лошади у нас стоят, флёровские, как это, развитие хоботных, или как там, правильно это называется? Ну да, 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 милитерий с палеонастодонтом. Да, происхождение хоботных. Ну и, собственно, там какие-то ватагинские тоже есть. Я, конечно, не художник, но такое чувство, что все прям в одном ключе выполнены. Ну, естественно, они под общим руководством директора музея, который осуществлял общее научное руководство, под художественным руководством Василия Ватагина. То есть, естественно, это всё делалось в едином ключе, поскольку это экспозиция музея, и всё должно было быть однообразно. Соответственно, несмотря на то, что флёров там обладал своеобразным темпераментом, был, в отличие от графика и, собственно, и скульптора Василия Ватагина, скорее живописцем. Вот для него самым важным был цвет, мазок. То есть, вот он выпадал из-под этого руководства. Когда, например, Ватагин уехал, то флёров написал вот так, как он хотел. То есть, у нас тоже есть картины, которые висят в выставочном комплексе. Мегатерий, опять же, тот же Константин Флёров, в общем-то, он такой был очень многогранный, собственно, человек. То есть, он был многогранен как художник и как учёный. И занимался очень многим, и сам ездил тоже в экспедиции. И главное, что да, он делал вот эти масштабные реконструкции, он разработал, собственно, метод, о чём он писал в журнале «Юнный техник». То есть, как он именно делает вот эти реконструкции, каков принцип. Меня очень восхищает во всех картинах Флёрова то, что он как палеонтолог пытался изображить всё максимально правдоподобно и не изображать то, чего он не знает. И, соответственно, вот, допустим, у той же иностранцеви, у которой лапы не найдены и хвост не найден. Она там как-то за камушком стоит, так что у неё лапы не видать. И где-то там за деревом хвост трусливо спрятала, поэтому тоже вроде бы его и не видно. То есть, она откуда-то там выглядывает. Другое животное – Эндрюсарх из Монголии. У него вообще известна только голова, соответственно. И вот Флёров замечательно изобразил на картине Эндрюсарха, выпрыгивающего где-то из травы, и там, собственно, только голова торчит. А что дальше... Вроде где-то там в траве прячется, а что там дальше – непонятно. Ну, правильно, он был учёный, поэтому, собственно, он делал красивую композицию, он красиво изображал весь антураж. Но как раз он это делал так, чтобы закрыть те части, которые он не знает, как нарисовать. И, в частности, когда ему поручили серию картин о древних людях, он тоже их всех изображает как-то в ракурсе, как-то где-то со спины, потому что данных на тот момент было крайне мало, и, конечно, чтобы не врать, то есть он изображает их очень-очень обобщённо. Вот, мы начали говорить, собственно, о кино и обратились к Флёрову. И Константин Флёров, естественно, поскольку он был самым на тот момент, в середине XX века, знающим человеком в области художественной реконструкции. Ещё распиаренным в некотором плане. Да, ну и распиаренным тоже, естественно, его все знали. Вообще, он такой человек был очень своеобразный и любил и подшутить над коллегами, и какой-то такой немножко был надменный. И вот он говорил, что да, среди палеохудожников сейчас, собственно, есть только четверо. Найт, Буриан, Батагин и я. Вот так вот. Ещё и скромный человек. Да, ещё и скромный, да. Но это вот по воспоминаниям его, собственно, коллег. Но действительно, при том объёме вообще изображений, при том объёме картин, реконструкций, которые он сделал, это, в общем-то, ему было чем гордиться на самом деле. Итак, когда снимался единственный, собственно, практически единственный в советском искусстве фильм с изображением динозавров, с изображением каких-то таких доисторических существ, то пригласили, естественно, консультантом Флёрова. Это фильм 1961 года «Планета бурь». Он очень известен. Он известен был и у нас, прошёл в прокате с большим успехом, и в американском прокате он прошёл, и даже был дважды переснят. Собственно, он был хорошо известен из-за своих спецэффектов, которые на «Лен-научфильме» снимал знаменитый режиссёр Павел Клушанцев. О Клушанцеве написано очень много книг, снято много передач, потому что его считают чуть ли не предтечей вообще всего фантазийного кино, в том числе голливудского, что чуть ли не Стэнли Кубрик у него учился. На самом деле, какая-то доля правды в этом есть. Но в фильме он больше действительно заинтересован в изображении космоса. Я этот фильм, честно говоря, раньше не смотрел, как раз специально посмотрел перед нашей встречей. Ну и я как раз обратил внимание, что прям там всё... Хотя вроде бы изображено будущее, но вот вся космическая техника буквально один в один отражает как раз уровень 60-х годов, то есть всякие вот эти детальнейшим образом проработанные скафандры, как у Гагарина, один в один буквально, да, вот эти все ракеты, которые по сути называются по-разному, но это вариации на тему Востока, и внутренний антураж, то есть в общем-то... А машина на воздушной подушке... Ой, ну кстати, это вот, да, это меня даже прям удивило. Да, это вот были шикарные съёмки. Здорово на тот момент. Да, на тот момент здорово. Задолго до «Звёздных войн». Да, задолго, и говорю, что если бы не было этого, собственно, фильма «Планета Бурь», который прошёл в американском прокате, то не было бы и «Звёздных войн», потому что съёмки на тот момент были передовые. Этот фильм-то вообще-то, конечно, о космосе, и о полёте на Венеру, потому что существовала такая теория, и она отражена очень во многих романах начала XX века ещё, теория Канта Лапласа о том, что Солнечная система формировалась от краёв к центру. И получается, те планеты, которые находятся дальше от Солнца, они более старые, те, которые ближе к Солнцу, те моложе. Соответственно, Земля, вот она у нас такая, какая она есть, Марс, он чуть постарше, соответственно, он холодный, остывший, и Венера, наоборот, она сильно моложе, согласно этой теории, и она находится, ну, примерно, пока вот туда не слетали и не поняли, что совсем всё не так, как представлялось раньше, вот что она находится примерно где-то в эре динозавров, и там непременно должна быть буйная растительность, большая влажность, и обязательно должны вводиться бронтозавры, гадрозавры и всякие другие диплодоки. Нет, вот диплодоков я там не помню. Вот птеродактиль, правда, который на самом деле по виду с карьером Фаринг, но называется почему-то птеродактилем, там было, да да. Да-да-да. Вот, но это всё как бы по тексту романа. Собственно, «Планета бурь» снималась по роману Александра Казанцева, которая сначала вышла под названием «Внуки Марса», а потом уже под названием, собственно, «Планета бурь». Вот, он и был, собственно, автором сценария этого фильма. А Флёров был приглашён для того, чтобы создать ландшафты Венеры, подобные ландшафтам доисторической земли. Ну вообще, на самом деле, довольно забавно там получилось. Я не знаю, связано ли это именно с консультацией Флёрова, или Флёров, так сказать, отдельно дал рекомендации о том, какие могли быть растения в тот период, в тот период, как могли выглядеть животные, а потом уже там как-то режиссёр сам всё это собрал. Но картина, на самом деле, довольно странная получается. Флора, ну, как бы на тот момент, понятное дело, насколько её можно было восстановить, насколько её себе представляли, она имеет облик каменноугольный, во многом каменноугольного периода. Причём некоторые растения выполнены очень, на самом деле, детально, до сих пор даже их реконструкции не сильно поменялись, и я их сразу узнаю, это всевозможные, в первую очередь, пловны, например, сегилярия, вот прям один в один, как на всяких старых реконструкциях, всё чётко совершенно. Но при этом фауна-то вполне себе мезозойская, то есть, по сути, юрского периода частично, частично даже, наверное, позднего триасового периода. Не очень мне понятно, почему именно такой был странный сделан уход, как бы совмещение флора одного периода и фауны другого, но если брать отдельно флору и отдельно фауну, то всё выглядит на тот момент, опять же, достаточно неплохо. Понятное дело, что сейчас уже представления серьёзно изменились, и, например, такие истории, как, когда бронтозавру брали кровь, и потом через полчаса, когда от него ушли, он обернулся и посмотрел на свой хвост, и все над ним посмеялись, а вот, над него только что дошло. В принципе, были такие мысли ещё в 60-е годы, что действительно до бронтозавров должно доходить медленно, но сейчас мы понимаем, что это совсем не так, и что сигналы распространяются гораздо быстрее, поэтому сейчас, конечно, мне как палеонтологу этот глаз режет, но я понимаю, что это, как говорится, специфика времени. Ну и, опять же, конечно же, поза разных динозавров, все динозавры, как кенгурушки, в том числе тот же бронтозавр с хвостом на земле, это тоже, опять же, артефакт 60-х годов, в то время это была распространённая версия. Да, ну и в планете Боль, конечно, там отмечалось уже и в 60-е годы, в 70-е, что там, конечно, съёмки космические были шикарные, а в плане именно показа ландшафтов Венеры всё было немножко так вот стилизовано, то есть это было не так важно, как всё остальное, как все остальные съёмки. И американцы, когда переснимали уже этот фильм, он у них вышел в прокате под названием «Планета доисторических женщин». Они, естественно, досняли сцены с женщинами. И там упоминается, когда там прыгает гадрозавр, такой смешной, видно, что это человек в костюме, они прямо упоминают в тексте, что, ну, возможно, местные жители переоделись и так пугают нас такими странными чудиками, чтобы как-то оправдать, потому что в их фильмах западных тема динозавров была раскрыта гораздо полнее. Естественно, у них эта тема раскрученная, потому что у них вообще вот эта тема апокалипсисов, катастроф, каких-то явлений таких природных, потому что Годзилла – это про что? Это про то, что выходит монстр из океана и крушит всё вокруг, правильно? То есть, соответственно, в новых каких-то фильмах там появляется экологический аспект о том, что Годзилла – это как раз страж такой острова, что когда люди делают что-то очень плохое, то она выходит и как раз пытается защитить, что там есть у нас Годзилла против Кинг-Конга, кто-то там вышел и так далее. То есть у них вот эта битва монстров – это их всё, но это связано ещё с их экономической ситуацией, то есть, как пишут киноветы, что связано именно с вот этими экономическими кризисами, когда человек всё время не уверен во всём и всё время ждёт какого-то вот такого кризиса, чудовища, который всё сметёт, обычную такую нормальную жизнь, и постоянно они к этому кризису морально готовятся. Поэтому вот фильмы-катастрофы – это в западном сознании – это нормально, в советском сознании это было совершенно ненормально, потому что у нас все смотрели только в светлое будущее, и все вместе строили это светлое будущее для того, чтобы полететь и открывать далёкие миры, и открывать это благодаря освобождённой творческой энергии. Поэтому фильмы вот эти были непопулярны, и, соответственно, место динозавров могло быть только где-то либо на другой планете, куда летят открывать бравые космонавты новые миры, либо это подземное царство, то есть вот как у того же обруча в его Плутонии, когда смелые учёные спускаются куда-то в подземный мир, и там видят вот этих вот динозавров, то есть это вот те самые хтонические чудовища. Ну и это, как всегда, вот как вся наша научная фантастика, это построено по принципам и канонам волшебной сказки, когда идёт путешествие туда и обратно, когда, соответственно, есть герои, в данном случае это учёные, они совершают некое путешествие за какими-то сокровищами, ну, соответственно, в 20 веке сокровища это что? Это природные богатства, которые стерегут драконы, если раньше драконы стерегли просто богатства, вот в прямом смысле это сейчас такие вот природные богатства, вот даже есть такая наука топономии, я так понимаю, да? Да, есть наука топономии, я, правда, в данной ситуации не очень понимаю, к чему вы её хотите привязать. А к тому, что вот это вот для чего изучаются, собственно, вот эти вот палеонтологии, она как бы возникла, я так понимаю, как именно вспомогательная наука в геологии к разведке полезных ископаемых, вот, и, соответственно, как залегают вот эти вот... Я бы так не сказал, потому что палеонтология-то возникала ещё с Кювье, и Кювье как бы чисто изучал кости, он вообще был анатомом, именно интересовало строение животных, то есть потом уже как-то начали это привязывать к геологии, но изначально палеонтология это было вот описание вот странных, непонятных древних объектов и попытка их как-то интерпретировать. Не совсем, вот не соглашусь, потому что даже если взять вот того же Кирхера и его исследования недр земли и так далее, вот эти старинные книги, то, конечно, там идёт в первую очередь геология, исследования камней, и среди них... Да, но это же не палеонтология никоим образом, там даже ещё палеонтологии как таковой-то не было. Да, там, конечно же, что-то такое уже... Да, она не выделилась, но в принципе дальше, вот если брать XX век, то все геологические партии содержали палеонтолога, который искал вот именно вот эти вот самые кости, по которым можно было определить залегание того же каменного угля, там ещё чего-то, там тех же алмазных трубок и так далее. Нет, смотрите, ну вот в XX веке я согласен, но это просто уже слияние, грубо говоря, произошло в некоторой степени палеонтологии и геологии, и вот её практический аспект оказался во многом важнее, как раз потому, что начинается активнейшее использование всевозможных полезных ископаемых, в том числе горючих полезных ископаемых, а оказывается, что тут палеонтология очень даже как раз полезна, потому что многие считают, что там нефть и другие продукты, уж тем более уголь, очевидно, это всё связано с палеонтологией, и вот тут, как говорится, палеонтология во многом приобретает такое практическое значение. Но в XIX веке изначально палеонтология создавалась отдельно, то есть это был именно просто интерес к древним животным, то есть, понятное дело, когда-то раньше тоже находили окаменелость, и их как-то там привязывали к геологическим слоям. Но потом всё-таки палеонтология стала строиться вокруг, в первую очередь, костей разных древних животных за счёт их восстановления, за счёт реконструкции, вокруг сравнительной анатомии, и потом уже, опять же, постепенно начала сливаться снова с биологией. Вот, как важна консультация палеонтолога, потому что в массовой культуре всё равно получается так, что динозавры и там вот все вот эти вымершие, они чудовища, они в первую очередь чудовища, которые вымерли, и найдя которых можно найти некое богатство, в данном случае полезное ископаемое. Поэтому массовая культура – это немножко вот такое приложение, там всегда идёт какой-то вот этот вот слой мифов, сказок. Нет, ну что касается вот сказочности, так это просто получается, что, грубо говоря, динозавры и другие животные заменили драконов, которые до этого сторожили золото во всевозможных сказках, или какие-то там чудовища, огры, а вот теперь это оказались динозавры. Это уже, мне кажется, опять же, немножечко ещё одна отдельная история. Что касается фильмов советских и, соответственно, вот импортных, в первую очередь, голливудских, потому что мы, как правило, конечно же, когда говорим о импортном кино, мы говорим о Голливуде, ну вот, или же там, не знаю, ну, может быть, о другой какой-то студии, вот, но американской. Я вот с вами, конечно, полностью соглашусь, что, в принципе, ну, во-первых, как говорится, в Советском Союзе надо было показать стабильность, а во-вторых, в принципе, советское кино, оно больше ориентировано на людей, на какие-то там, не знаю, переживания, на становление личности, как таковой. Вот, и поэтому во многих случаях, например, как той же, там, Земля Санникова, просто-напросто вот эти все животные оказываются не сильно-то важными, гораздо важнее, как там люди себя ведут, как они развиваются в той или иной ситуации, и поэтому их опускали, чтобы они, грубо говоря, не отвлекали внимания, ну, и чтобы там не заморачиваться, как их хорошо показать, потому что плохо пока, что кино из-за этого так проиграет, поэтому, может быть, лучше там что-то опустить и показать именно развитие человека, развитие личности. Ну, а правильно, конечно, в Голливуде еще с давних времен надо было показать масштаб, надо было показать битву чудовищ, надо было показать именно какую-то агрессию, надо было показать какую-то движуху, а уж там люди, это уже вторичное. Да, экшен это в первую очередь, поэтому... Поэтому, конечно, там динозавры гораздо чаще появляются и гораздо в большем количестве, но с другой разговор, то, что можно отметить, что стоит об этом сожалеть или нет, но для меня лично, как для Палеонтолога, к сожалению, до, собственно, выхода Парка Юрского периода все динозавры в Голливуде выглядели так же, как в 30-е годы примерно. Но это зависело от технологий. Но не совсем технологии, дело даже не в технологиях, но, например, даже те же какие-нибудь модельки пластилиновых динозавров можно было поставить по-другому, как я говорил про позы скелетов в том же Палеонтологическом музее. То есть просто позу изменить, немножечко внешний вид изменить. Это говорит о том, что просто, к сожалению, очень редко пользовались консультациями палеонтологов. И вот каждый раз, когда была консультация палеонтологов, это прямо чувствуется. Хоть взять ту же планету Бурь нашу, чувствуется, что пусть на уровне 60-х годов но палеонтолог там присутствует. Или же, если взять, допустим, тот же Паркерского периода, чувствуется, что опять же здесь не взяли тех же динозавров, которых уже муссировали на протяжении 50 лет, а решили показать новых. И для этого обратились в данную ситуацию к Джеку Хорнеру, и он там показал, как динозавры выглядят сейчас. И опять же, допустим, извините, я уж совсем в другую область полез, но если взять 93-го года фирмы и сейчас, современные, они опять же абсолютно идентичны в плане облика динозавров. То есть сейчас, опять же, с палеонтологами особо не общаются. Поэтому как появились динозавры в изменённом уже виде в 93-м году, так они до сих пор гуляют по всем экранам. Но это просто такой вот крикушек. Как бы эффект ещё массовой культуры, потому что зритель привык к тому, что динозавр выглядит вот так, там, я не знаю, какой-то диплодок выглядит вот так. И, соответственно, его будут делать так, чтобы он узнавался зрителем. То есть это, опять же, важна именно эта чудовищность этого животного. То есть в данном случае важен эффект, экшен, и ни в коем случае не вот эта вот правда. Она, в общем-то, не очень нужна, потому что динозавр реально заменил дракона. Просто обидно то, что вроде бы кино – это тоже часть палеоарта. То есть это искусство, как говорится, на границе с наукой. А получается, что во многих случаях палео-то полностью игнорируется. И, в общем-то, пользуются просто какими-то классическими образами, а не пытаются понять, как действительно должны были выглядеть древние животные. В кино очень много штампов. Ну, собственно, да, как оказалось и в живописи очень много штампов тоже. То есть всё равно очень долго в тех же иллюстрациях, начиная там, я не знаю, где-то с начала XX века и посередину, тоже там вот постоянно идут примерно одни и те же образы, причём даже не столько образы, даже в одних и тех же ракурсах, в одних и тех же сюжетах. То есть плезиозавры, они обязательно кого-то там тоже за шею вот так хватают и жрут. То есть это вот будет у всех художников повторяться практически. То есть новых композиций создаётся не так много. Кстати, вот Флёров, чем интересен тоже, что у него, вот Флёров, Ватагин, у них свои совершенно авторские композиции. Точно, абсолютно, да. Потому что я тоже неоднократно уже наблюдал, как бы погружаясь в палео-арт, что многие художники вот просто, не знаю, с конца XIX века и дальше, уже, не знаю, уже XX век начался, уже XX-е годы, XX века, уже 30-е годы, берут буквально одно и то же изображение и его просто перерисовывают немножко. Ну, может быть, там, не знаю, текстурки добавят, каких-нибудь, не знаю, чуть голову в другую сторону повернёт. Ну, вот так просто видно, можно проследить конкретный образ, как он гуляет от одного художника к другому. Ну, а сейчас вот с этим, с развитием 3D-арта, с развитием новых программ, когда вот это всё строится уже в объёме, на компьютере, всё равно берётся, опять же, редко кто действительно делает, вот редкие палеохудожники есть, которые делают нормально, которые знают вот эту мускулатуру, скелет и так далее. Они берут старую модельку динозавра, вот этот вот ракурс, и по нему уже выстраивают вот эту модель. Поэтому мы сразу видим, что ну вот здесь вот, да, человек делал только исключительно по вот этому внешнему абресу, и всё. А настоящие художники, настоящие палеонтологи, естественно, они будут строить всё-таки отталкиваясь от механики скелета, мышц и так далее. А что касается, кстати, 50-х, 60-х, то вот у нас есть замечательные картины, и мы надеемся их показать на выставке про русский полиарт, и показать не только картины, но и объёмные скульптуры, которые делались не только в гипсе, как вот у нас в основной экспозиции, но и металл, и керамика. Но опять же, это всё, говорю, было волнами, когда появлялся некий интерес. То есть вот вышла Плутония, допустим, вышли какие-то научно-фантастические романы, тут же понеслось. Масса изображений, вышли, ну или какие-то, наоборот, открытия. Вот сделаны какие-то открытия, съездили в экспедиции, нашли новых динозавров, тоже понеслись реконструкции, и всё это отражается, естественно, в графике, живописи и скульптуре. Потому что вот мало кто знает, но даже наши керамические заводы, например, тоже, вот те же кжели и так далее, они делали там речицы, они делали динозавров. Вот, и пускали их в массовое производство. Помимо мишек, собачек. Обнаружение какой-нибудь новой фауны, вроде очёрской фауны, которая как раз была в 50-х годах, начало её исследования, и потом, соответственно, продолжалось, продолжалось, она тоже получила своё развитие и потом и в искусстве, и в том числе, правда, уже позже, где-то уже ближе к 70-м годам, например, во многих брельефах, не знаю, скульптурах мы видим отражение именно этих образов, всевозможных зверообразных рептирий, звероящеров, синапсид, называйте их как хотите, которые были обнаружены именно в очёрской фауне, потому что это было новое, что-то новое совершенно, что-то интересное, и всем хотелось это показать и как-то это тоже обыграть. Но это, правда, уже чуть позже, я так говорю, уже к 70-е, скорее, получается. Ну да, в 70-х, там, конечно, тоже вторая половина века, там уже идёт такая история, что динозавры, вымершие животные, они становятся таким уже штампом массовой культуры, таким вот каким-то запоминающимся образом, клише и так далее. И, естественно, современные, вот на тот момент тоже художники, они используют этот образ для того, чтобы рассказать о каких-то своих там мыслях, эмоциях, там, о своей картине мира. И вот эти вот образы вымерших животных, они, как правило, иллюстрируют время, бесконечность, вот у них там такие названия работ, из глубины веков. Идёт уже наслоение каких-то других смыслов на образы этих животных, которые берутся именно как вот такие вот клише, как такие факты нашей современной культуры, потому что нельзя недооценивать, что научная картина мира влияет на образ мышления художников. Но 70-е, 80-е годы и прочее, это ещё и изменение серьёзного облика, например, тех же динозавров, потому что был обнаружен тот же, да и на них американский, который показал, что некоторые ящеры были более мелкими, но гораздо более проворными. И вот начинается очень сильная перестройка в сознании, можно сказать, такой вот ренессанс динозавров в какой-то степени, что постепенно из таких ленивых, каких-то неповоротливых ящериц, огромных грузных, они становятся достаточно активными, проворными животными, ну и достаточно умными, даже в некоторых случаях, способными охотиться, например, стаями. Это тоже, конечно же, получило какое-то отражение в искусстве. О полиарте конца XX века и начало XXI мы поговорим, наверное, позже. Да, потому что сейчас, общаясь со всевозможными художниками, я просто с ужасом понял, что никаких картин-то от них, так сказать, в традиционном понимании получить-то невозможно, потому что у них все картины исключительно в электронном виде, поэтому сейчас, конечно, даже с технической точки зрения художество уже выглядит совсем не так, как, допустим, еще там 20 лет назад. Даже в том же диджитал-арте, конечно, можно посмотреть и увидеть и разные образы, и разный образ мыслей художников, и совершенно разное настроение, потому что каждая картина, она несет, конечно, не только вот эту вот научную составляющую, но и обязательно эмоциональную составляющую, которую вкладывает художник, потому что у кого-то, допустим, палео-арты, вот эти палеоландшафты, они представляют собой такой вот древний райский сад, такая прекрасная картинка. У кого-то, наоборот, это апокалипсис, это что-то страшное, то есть это вот закаты, рассветы, какие-то там буря и так далее. Метеориты, битвы. Да, обязательно летит метеорит, курица, вулкан и так далее, то есть это какая-то катастрофическая ситуация, то есть и явно это вот настроение художника, вот, и его понимание. То есть каждый вкладывает, конечно, свои какие-то идеи в этот сюжет. Ну, собственно, это было и во все времена, то есть это было и в начале века, и в середине, ну и в конце всё остаётся точно так же, потому что... И не только в палео-арте. Да, и не только в палео-арте. Вот, а по поводу ответов на вопросы задали очень интересные вопросы и были прекрасные комментарии, особенно касающиеся того, что, конечно, это всё надо публиковать, это все эти картины надо показывать, вот, и мы стараемся это делать, мы стараемся показывать наши картины на всех возможных выставках, вот, стараемся издавать какие-то книги, но не всегда у музея есть возможность издать книжку, но вот, например, есть такая книжка Государственный Дарвиновский музей. Естественно, мы попытались сюда обязательно вложить и использовать картины того же Ватагина, вот его моря волшебные, Флёрова, вот, естественно, мы пытаемся это всё спубликовать, а Флёрове даже написан каталог. Вот, потом, опять же, если есть какие-то совместные издания, мы тоже пытаемся участвовать, вот, тоже такая известная книжка Палео-Арт, вышедшая в 17-м году, большая, где собраны... Широко известные в узких кругах. Да, широко известные в узких кругах, вот, здесь собраны как раз самые знаменитые произведения Палео-Арта, начиная от самых ранних, вот, 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 акварель Генри де ля Беша, вот, вот, и, конечно, мы с удовольствием приняли участие в этом издании, потому что здесь Палео-Арт показан именно как национальная школа, национальное искусство разных стран, то есть французский, английский, американский Палео-Арт, вот, ну, в том числе, вот, русские чудовища тоже показаны, и вот она, тоже, опять же, флёровская. Да, та самая картина с стесняющейся иностранцевией, спрятавшей хвост. Она, конечно, не стесняется, но хвост прячет. Да, 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 то есть вот эти вот наши картины мы постарались опубликовать, и то есть теперь они известны и за рубежом. Ну что ж, дорогие друзья, выпуск у нас сегодня получился необычный, вот, может быть, немножечко сумбурный, но, с другой стороны, искусство, оно такое, тоже неожиданное и экспрессивное во многом. Ну, и я желаю, чтобы у вас тоже рождались самые разные эмоции, желательно положительные, при просмотрах наших видео и при посещении нашего музея. Ну и мы, конечно же, продолжим снимать видео, и не забудьте, вас уже в очень скором времени ждёт третья, наверное, завершающая часть, посвящённая концу 20 века, начало 21 века, про палео-арт. Не пропустите. Ты хочешь опять какой-нибудь страшный комментарий потом вставить, да, за кадром? Отсутствием звера. Зверо-ящеры – это отдельная ветка, сейчас считается, что они к ящерам никакого отношения не имели. Не-не-не, ящеры – это динозавры, динозавры – это ящеры. Ну, я понял. Я тебе говорю, в общем, рептилии – это одна ветка, зверо-ящеры и млекопитающие другая, и все они отходят от амфибий. То есть вообще не пересекаются никогда. Рептилии – это ящеры, зверо-ящеры – это не ящеры. А динозавры – это не рептилии. А динозавры – рептилии. То есть они – ящеры. А курица – динозавр. Мне так неудобно. Лучше лапки. Мне лапки, да, я так это… Мне высоковато. На кодус – герахилс там стоят. А они кто? Они слоны или лошадки? Нет, они не слоны, не лошадки. Они там дальше от слонов стоят, между двух витрин с млекопитающими. По-моему, флёров. Должен быть флёров. Да, скорее всего, вот этот вот. Ладно, это не записывай. В электронном виде мы сделаем. Да, в электронном мы сделаем. Сделаем? Сделаем. 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 Вот, в электронном виде мы сделаем, а вот в бумажном – вряд ли. Это животные. Но в фильме снимают они натуру в Крыму. Не знаю, может быть, там из-за Крыма сделаны эти каменноугольные растения? Я там никакой натуры-то особо не видел, за исключением скал, конечно. Ну там скалы и море. Все деревья-то они искусственные. Все деревья искусственные. А что там за деревья? Ну, в основном хвощи. Хвощи. Ну, хвощи они подедолго были. Они же не только, наверное, были в каменноугольном. Плоуны, но как раз древовидные плоуны, хвощи, они вот закончились в конце полязоя. То есть там, как бы, чтобы не очернить историю Флёрова. Хотя он, конечно, откровенно издевался над Клушанцевым регулярно. Вот, вернее, не над Клушанцевым, а над Казанцевым. Вот этим вот Александром Казанцевым, который фантаст-писатель. Потому что тот вечно искал какие-то инопланетные знаки присутствия на Земле. Флёров ему показывал в Палеонтологическом музее черепа бизонов с этими, с отверстиями. Говорил, вот, пулевые отверстия, которые лучевым оружием сделали инопланетяне. В общем, Флёров же вообще был шутник и издевался.